В 1991 году был нанесен очень серьезный удар по сознанию людей. Они остались без 70-летней идеологии, а новую идеологию начали пихать совершенно с другой стороны. Люди, я думаю, с другим менталитетом. Так нельзя было делать. Может быть, какое-то время надо было, я не знаю, 20, 30, 50 лет, может быть, как-то должно пройти. Чтобы люди жили в одном пространстве, открыли глаза, и они не могут быть совершенно в другом пространстве. Поэтому начались эти 90-е годы, которые во всем это отражались. Я, допустим, не мог понять, с кем я разговариваю, с человеком из политики, из криминального мира, из силовиков. Я не мог понять. Все были какими-то одержимыми. Но очень большая часть нашего населения удержала себя. И в этом, конечно же, им помогла вера. Им помогли церковь, мечеть, синагога, буддийские храмы, которые были как бы уничтожены с 1917 года. Опять-таки, с людьми, которые не признавали ни веру, ни национальность, даже женщину называли товарищ. Даже это хотели. Чтобы лучше править людьми, значит, лучше править миром. Это, конечно же, была засланная вакцина в 1917 году. А в 1991-м также была заслана метастаза, которая начала развиваться. И почему-то нам навязывали все. Что-то было, конечно же, интересное, что-то было полезное. Но что касается идеологической стороны, вот это вседозволенность. Но как-то так было, знаете, как очень интересно было. Вот тем, которые это проповедовали, им все можно было. А если кому-то это не нравилось, это был изгой, это был чужой, это был никчемный, это был вообще нищая раса. Вот этот человек принадлежит нищей расе. И такое вот понимание, конечно же, в первую очередь обмануло их самих. Потому что они сейчас не знают, куда себя деться. Ни туда, ни сюда. Они остались между небом и землей. Пускай даже со своими какими-то амбициями, со своими, но мне их жалко, реально жалко. Потому что их стали использовать в свое время. Они остались без любви к своим согражданам элементарно. Это самый большой ужас, когда ты живешь там, где тебе некомфортно. И там они не нужны. И здесь они себя сделали как-то изгоями. Но они никогда не станут теми людьми, которые отдали свое. Не про всех, конечно. Я говорю, есть люди, которые идейно верят в что-то другое. И они имеют на это право. Я их каждый день слышу, и никто им рот не затыкает. И слава богу, Россия, страна России настолько сильная, что она не должна опуститься никогда на этот уровень. Каждый человек должен сказать свое мнение. Но просто каждое слово это бумеранг. Все должны это знать. И каждое слово изо рта выходит и в нос заходит. Это тебе может обратно вернуться. Потому что если большинство не принимает твое, ты изгой. Ты не мученик. Ты мучеником никогда не станешь. Ты изгой, потому что у тебя свои корестные цели. Чтобы куда-то на какую-то табуретку залезть, какого-то чего отправить. Потому что у тебя вчера это было, а сегодня... Конечно же, среди тех людей, которые прошли весь ад вот этого разрушения, и своими зубами, и своим здоровьем, они это все удержали. Как Евгений Примаков. Или если, допустим, если Анатолий Собчак был бы жив, я думаю, что он один из тех оплотов, которые это все удержали. И были там, конечно, гениальные люди, и нельзя ни в коем случае о них забивать. А наоборот, то, что они хотели сделать, эти благородные, эти умные, мудрые вещи, надо взяться и как флаг нести дальше. Недавно, недаром Путин всегда называл и называет Собчака своим учителем. И это, я думаю, не для красного словца, а это реально так и есть. А что касается идеологии, сплоченность. Сплоченность людей. Это главная идеология. Не сплоченность ради того, что разрушить, а наоборот, сплоченность, что построить. И надо сделать так, чтобы все те годы, которые вот в 90-е годы, все делалось для того, чтобы все отбегали от России. Все поворачивались, отворачивались, потому что ни с кем никакой работы не было. И надо сделать так, чтобы люди к тебе потянулись. Да, кто-то от безысходности. Кто-то от того, что да, вчера отвернулся от тебя, пошел в другую сторону, там еще хуже, и опять повернулся. Всех надо принимать. Если ты большая, Богом отмеченная страна, большая не только территориально, а своей душой, своей мудростью. Мудростью, объединенная, в том, что принести мир и быть барьером перед злом. Как бы ни кричать, что мне, нет, все равно, твоя мудрость, это твое самое главное оружие. Оружие и так у тебя есть. От Советского Союза это все осталось. И еще развивается, развивается, и оно должно развиваться. Иначе не будет никакого баланса. Но ты слишком богатая страна. Кроме духовности, да, которой всегда должна быть, дух. Когда в Америке играет гимн Америки, у людей слезы текут, а у них вот такой дух. Хотя страна, наверное, как большой театр в России. Вот столько лет в стране Америка. И я, кстати, когда я бываю в Америке, у меня вот люди, американцы, они всегда с теплотой. Никогда я не чувствовал себя какими-то отторжениями. Это все наверху, они все им нужно. Они должны прийти к власти, они должны держаться в своих руках. Все финансовые потоки, оттоки там, все должны держаться. Поэтому им нужно людей зомбировать. И там, и здесь, и везде. Где есть большая политика, это зомбированные люди. Но здесь сейчас такая ситуация, что здесь дух у людей, они тянутся друг к другу. И это очень хорошо, но это не должно быть превращено, как какая-то стада. Нет. У каждого человека есть свое мнение. Каждое мнение должно быть услышано. И я скажу еще больше, что надо сделать все так, в конце концов, уже к этому пришли, что здесь каждый пенсионер, каждая учительница, каждый врач, каждый там полицейский, они должны радоваться тому, что они занимаются не чем-то вот кто-то им что-то отдал или у кого-то чего-то. Нет. У них есть спина, поддержка своей страны. И у них есть достойные зарплаты. Они ценятся, на них молятся, им благодарны. И это совершенно другое. Когда пенсионер каждый день улыбается, это могучее, это могущество страны. Когда пенсионер утром просыпается и радуется тому, что его любят, его ценят. В этом есть сила страны. Мы все постареем, ребята. Мы все постареем. Если страна не думает, да, конечно, ты должен так своих детей воспитать, что твои дети тебя на руках носили, это самые главные ценности, которые зарождаются с рождения человека. Слава Богу, я вырос так, и я надеюсь, мои дети так же растут. В этих ценах, в этой любви, эти платья. Но все равно есть страна, которая тебя защищает не только там аутонными ракетами или там нереальными, сильными там ВДВ или там контрразведкой. Это очень хорошо или разведка. Но сама страна, ты чувствуешь его дыхание, ты чувствуешь его любовь к тебе. Самая главная беда, конечно, на сегодняшний день, которая как метастазы. Это вот из 90-х лет еще оставшиеся вот это чиновничьи беспределы. И очень много достойных людей, которые работают в кабинетах, работают, они отдают свою жизнь, свое здоровье, свое время для блага страны. Но, к сожалению, гораздо большие, которые кричат «Ура!» и так далее, и так далее. И они, к сожалению, только в свой карман. И они останавливают движение, дыхание страны. Это очень большая зараза, это очень серьезная зараза. Я думаю, что сейчас к этому все идет, что следующий этап – это очищение изнутри. Конечно, не надо забывать, что внешне, ну, на всех смотреть, как на врагов, это тоже не дело. Потому что очень много хорошего, очень много добротного и полезного, конечно же, можно и принимать, и на это еще построить свое, только на пользу страны. Конечно же, те какие-то бесовские моменты, которые выбрасываются оттуда, конечно же, этому надо сопротивляться. Во всяком случае, я счастлив, что с нашим менталитетом это не проходит. Я счастлив. Я не хочу, чтобы моих детей это коснулось. Точно так же, как и каждого из нас. Эти бесовские какие-то моменты. Я не хочу даже заостряться на этом внимании. Но самое главное в этом – единство. Я всегда говорю, что процветание России – это, допустим, процветание моей Грузии. Если Россия будет процветать, ну, зачем Грузии? И партнер, допустим, за океаном. Но Россия должна все сделать для того, чтобы к нему потянулись. Вот, чтобы к нему потянулись. То есть к России, к ней потянулись. Я извиняюсь. К ней потянулись. И не силой заставлять, а своей любовью. И поверьте мне, это абсолютно реально. Если больше любить Бога и больше говорить спасибо и прости, поверьте мне, что все потянутся. Кто бы ты ни был, какой ты должность не соблюдал. Ты такой же человек. Мы все под Богом ходим. Поэтому думать, что ты какой-то марсианин – нет. Это бред. Из-за этого страдают миллионы людей. Что ты какой-то не такой, как все. Ты должен быть вот какой-то там отдельно стоящийся. Какой-то… Нет, это страдают миллионы людей. Миллионы людей. Поэтому самая главная твоя сила, когда вот вокруг тебя всем хорошо, всем спокойно. Они знают, что у них есть мир, и у них есть возможность на работу. Возможность показать себя, построить что-то, не разрушаться, созидать, созидать, еще раз созидать. Потому что очень много людей, которые могут и хотят, но им не дают возможности. И в любой эпостасии это так. Поэтому по-любому нам надо быть спокойными, не отличать людей по национальности, по вере, по каким-то этим признакам, потому что это нас погубит. Мы все делаем общее дело, чтобы наша страна была светящая, чтобы она была теплая, чтобы она была могучая именно своей добротой, своим влиянием, таким добрым влиянием. Конечно же, не уступать в каких-то моментах, потому что один раз уступил, вот сколько раз уступали, уступали. Самим надо все изнутри решать. Конечно же, общее мнение, никогда не надо другими мнениями пренебрегаться, потому что ты не можешь один человек быть самым умным, ведь это только он, все. Мы все люди, мы все земные грешники. Поэтому даже Сталин всегда стоял, за столом сидели генералисимусы, умнейшие люди, он всегда выслушивал всех. И потом делал какой-то свой вывод, и он всегда доверял чужому мнению. Вот такие критические моменты, когда были, и они победили этим. Я уже не говорю о том, что икону взяли, и вокруг Москвы, даже в то время, когда вроде атеисты, они все равно поняли, что все в руках Боженьки.